Вор в законе Леха Семипалатинский вернулся в Казахстан. Один из самых авторитетных и влиятельных казахстанских воров в законе Айткаля Маймушев, он же Леха Семипалатинский и Титаник, вернулся на родину. Такая информация распространяется в мессенджерах, передает корреспондент bygenius.kz. На видео, которое распространяется по WhatsApp, запечатлен разговор между Маймушевым и, предположительно, сотрудниками пограничной службы. В последнее время проживал в Турции, город Анкара. В преступном мире меня называют Леха Семипалатинским. Мое имя – вор в законе. Я уже не помню подробностей, когда именно меня короновали, но лет 20 назад в Москве. Вернулся домой, я же родом отсюда и хотел бы побыть здесь, если позволит. Если нет, то уеду. От меня ведь не зависит, говорит на камеру Титаник. По данным СМИ, Айткаля Маймушев был коронован в 1997 году в Москве. Неоднократно судим за хулиганство, хранение оружия, вымогательство. Попадался стражем порядка с наркотиками и поддельным паспортом. В общей сложности провел за решеткой около 20 лет. Долгое время он курировал казахстанские тюрьмы, занимался производством алкогольных напитков из контрабандного спирта и налаживал наркотрафик через Уральск. Также его интересовали агропромышленный сектор, поставки нефти и угля. Чем Леха Маймуш занимался в колонии, несколько лет назад написал журнал «Алау Казахстан». По информации издания, преступник, сидя в одиночной камере, по памяти переложил изречение Абе Кунанбаева в стихотворную форму. Среди своих друзей он известен как интеллектуал, блестящий знаток литературы, живописи и киноискусства. Титаник, нежеланный гость в России и Украине, в Молдову ему запретили приезжать ближайшие 15 лет. Последние новости о криминальном авторитете в сводке новостей появлялись в 2018 году. Тогда он приехал в Узбекистан и сходку криминальных авторитетов со всего постсоветского пространства и после был задержан узбекской милицией. Предположительно, его отпустили после вмешательства известного предпринимателя Салима Абдувалева. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях.